Так здорово быть снова с вами. Сегодня мы будем говорить о двух царствах. Сейчас много событий происходит в нашем мире. Осуществляются определенные операции на международном уровне, есть вопрос с топливными ресурсами в нашей стране. Много разных вещей происходит. Один из вариантов интерпретации развития текущих событий — это понимание, что есть конфликт между двумя царствами. Не между двумя нациями, которые вы можете найти на карте, но между духовными царствами, между царством нашего Господа и царством темы. Они такие же реальные, как реальные Соединенные Штаты Америки. Они имеют власть своего правительства, точно так же реальны, как конституция у правительства нашей страны. Чем больше мы понимаем это, тем проще нам будет ориентироваться в современном мире. Мы не можем отделить нашу духовную жизнь от этого мира, в котором мы живем. Не нужно представлять себя сидящим в церкви пару минут и считать это духовной жизнью. Мы духовные личности всегда. Понимание конфликта — это не чтение новостей каждый день. Царство Божие, царство тьмы, они оба существуют, они реальны. Они влияют на вашу жизнь. Вы можете не верить, что они как-то влияют на жизнь. Христиане и все люди живут с такой ошибочной мыслью, если они во что-то не верят, значит, это никак на них не действует. Просто представьте, что вы так же думаете про существование вируса. Если в него не верить, это вас не защитит от вируса. Если вы не верите в Бога или дьявола, либо не верите в царство Божие или царство тьмы, это так же не является защитой вас от их влияния. Два таких разных царства имеют свои истории. Могу найти несколько источников, чтобы узнать историю, как эти два царства появились. И то, как вы относитесь к этим царствам, определит, какое путешествие сквозь времена вы пройдете, чтобы потом увидеть, что вас ожидает вечности. Это тема, в которой вы должны хорошо разбираться. Есть два царства — одно временное, другое — вечное. Царство тьмы не будет существовать вечно. Да, оно имеет большое влияние на жизнь прямо сейчас и повлияет на вашу вечность, но ему со временем придет конец. Потому что есть победа, которую мы празднуем с Иисусом в пасхальной истории. Это искупление. Он добился авторитета, чтобы иметь имя выше всех имен. Поэтому перед именем Иисуса преклонится каждое колено на небе, земле и под землей. Разница между вечным и временным значительна. Знаете, сложно побудить вас инвестировать во что-то, что не имеет срока окончания. Я так думаю. Два царства имеют разные фокусы, разные цели, разные предания. Это достаточно очевидно. Иисус говорил, что можно понять, какая жизнь у человека по плодам его жизни, нежели по его словам или местонахождении. Ваша жизнь дает доказательства царства, над которым вы находитесь, в виде плодов вашего поведения и ваших выборов. Вы также должны знать, что два царства находятся в конфликте. И этот конфликт продолжается. Вы не должны выбирать. Вам не нужно регистрироваться. Вы не можете объявить себя частью царства, которое вы выбрали. Если вы сидите сейчас здесь, то это место в мире, где вы являетесь советником. Не из-за выбора, который вы сделали, а благодаря гражданству, которое у вас есть в этой стране. И когда вы становитесь гражданином царства Божьего, вы становитесь его советником. Знаете вы это или нет, это не меняет реальности. Вы сами решаете, игнорировать это или нет. Важно понимать природу этого конфликта. Возможно, есть определенные существенные факторы, которые определяют ваш выбор. Какому царству вы будете принадлежать? Бог будет рад видеть вас в этом царстве. Это удивительно. Есть такие места, где вы хотели бы быть. Вы что-то желаете посетить, но не получаете приглашения. Например, на вечеринку или в школу, или какое-то место, куда вы хотели прийти, вас не пригласили. Вы не получаете приглашения, которых ждете. А Создатель неба и земли приглашает тебя в свое царство, и это удивительно. И это бесплатно. Вам не нужно покупать вход, не нужно чем-то заслуживать. Вы не сможете определить параметры входа туда. Так же, как вы не определяете обстоятельства вашего рождения, вашей генетики, роста, расы и пола. Это не выбор, который сделали вы. Хотя это бесплатно, но это не дешево. Чтобы стать частью царства, вы должны признать потребность в царе. Вы должны выбрать его господином своей жизни. Если вы не хотите, чтобы Иисус был господином вашей жизни, вы не войдете в его царство. Мы с вами посмотрим на эти простые вещи более детально. Я начал сегодня наше обсуждение с того, что два царства находятся в конфликте. Не нужно бояться этого. Не думаю, что большинство из вас встали сегодня утром со страхом из-за того, что происходит сегодня в мире, в странах. Это просто реальность, которая есть. Откроем Колосиным первую главу. «Избавившего нас от власти тьмы». Тут говорится о Боге. Бог возложил на Иисуса миссию спасения. Это история Иисуса. Он спас все человечество от проведения вечности в царстве тьмы. Не нужно платить, чтобы мы не находились в царстве тьмы, если только вы сами его не захотите выбрать. И это отличная новость. Зло может приходиться в жизнь в виде ужасных вещей. Это могут быть какие-то семейные проблемы или жизненные условия. Многие вещи могут способствовать этому. Но эти внешние факторы не имеют возможности взять и сделать вас частью царства тьмы. «Сам Бог избавил нас». Ефесинам 2 глава. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Писание говорит про князя, господствующего в воздухе. Говорится, что он управляет царством. Сейчас немодно вериться в дьявола. Я могу это понять. Это не тот разговор, который хочется обсудить на кофейной вечеринке на работе. Я могу это полностью понять. Мы находимся в такой ситуации. Но уровень нашего неверия настолько высок, что христиане прячутся, потому что они не хотят выглядеть глупо и не хотят брать ответственность за свои возможности. А ведь вы являетесь последователями Христа. Нам нужно преодолеть это. Ефесианам 3 глава. Мы можем прочитать «Дабы ныне соделалось известную через церковь». Не говорится про ваше общество, про ваше вероисповедание. Новый Завет говорит про церковь. Каждый человек должен признать Иисуса Христа. Первая глобальная инициатива. «Дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Бог показывает духовным силам, начальством и властям на небесах свою мудрость через его церковь. Первая Коринфянам 1 глава говорит, что Бог избрал немощных и уничиженных и незнатных мира, чтобы показать его силу через это всему миру. Это и есть Бог. А вот почему мы выбраны. Не из-за нашего великого IQ или прекрасного интеллекта Богу не нужно выискивать нас по ученой степени, но из-за наших немощей и слабостей. И люди, которые реально нас знают, говорят, это и есть Бог. Я бы сказал им, только Бог знает, что из этого выйдет. Никто не знает, что случится. Все, что Бог делает в нашей жизни, является отображением Его славы. Возможно, это так же прекрасно, как наше утреннее блюдо из птицы сегодня. Это было идеально. Если вы попробовали кусочек, то вы понимаете, о чем я. Это просто невероятно. Итак, Бог получает славу и честь. Колоссинам 2 глава 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Духовный конфликт имеет огромное влияние на наши жизни. Речь не про то, что любая обескураживающая вещь, происходящая с тобой или вообще, все, что происходит с тобой, это мгновенный ответ Бога или дьявола. Но это означает, что есть духовный конфликт в мире. Вам не нужно обладать сверхспособностями, чтобы увидеть это. Есть хорошая новость, о которой хочу сказать. У тебя есть выбор. Ты можешь выбрать царство Бога. Это мое послание вам сегодня. Не играть в церковь, не просто сидеть в церкви, не притворяться христианином, но делать все возможное, чтобы быть единым целым с Царством Божьим. Это можно начать с нового рождения. Рождение дает вам генетические инструменты, которые вам нужны, чтобы вырасти, и вы должны стать взрослыми. Жизнь будет неполноценной, если не будет возможности расти и развиваться. Когда вы рождаетесь в Царстве Божьем, вам также нужно выйти из стадии младенчества и вырасти, стать взрослыми. То есть мы выбираем, расти или нет. Прописаны установленные пункты в Слове Божьем, которые мы должны изучить, касаемо Божьего характера и его природы. Просто обстоятельств недостаточно. Есть отличные примеры, которые открывают двери, чтобы помочь вам обрести желание проводить время, изучая Слово Божье. А вы должны понимать характер Бога. Это сложно, но пока вы не научитесь слышать и распознавать голос Бога, вы будете находиться в отчаянном месте. Иногда Бог по Своей милости посещает такие места отчаяния. Но это не то, на что нужно надеяться. Евангелие от Луки. Но Он сказал им и другим городам благовествовать, «Я должен Царствие Божие». Что Иисус говорит, что Он пришел, дабы рассказать хорошие новости о Царстве Божьем. Что есть Царство за пределами Рима, есть Царство за пределами нашего понимания, влияние которого мы видим в нашей жизни. Это важно понимать сегодня. Мы живем в смутное время. Мы видим, как страны напряженно пытаются сохранить свои границы. И это также касается и нашей страны. Это был бы смутный процесс, если бы нас учили, что будущее определяется лидерством нашей нации. Я не говорю про политику. Я говорю о том, что люди избегают Божьи планы. Было бы нормально доверять своему будущему, но есть Царство с такой великой властью, какой нет ни у одного государства. И вы должны делать все возможное в ваших силах, чтобы стать частью Царства Всемогущего Бога. Просто сидеть в церкви недостаточно для демонстрации ваших возможностей. Это может звучать странно для кого-то, кто всю свою жизнь приглашает других посетить церковь. Но реальность нашей веры – это то, что мы должны показывать намного больше за пределами стен этого здания и нашего церковного городка. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Видите, что Царство Божие – это демонстрация силы. Это, в первую очередь, не богословские дискуссии или интеллектуальные аргументы. Это демонстрация силы Бога. Иисус пришел к нам, чтобы показать природу Бога. Он повелевал ветрам, делал слепых зрячими, Он воскрес из мертвых, Он избавлял людей от нечистых духов, Он показал нам, что есть такая власть, которая величественнее власти еврейского народа или римской империи. Его власть превыше всего этого. Это и есть демонстрация. Перед Вознесением Иисус повелел апостолам, «Теперь вы идите и расскажите эту историю. Покажите ту же самую силу». Он сказал им делать такие же великие дела, какие Иисус творил. Послание, которое нам нужно взять, это не послание условности или упрека, или то, что мы должны быть другими и думать свои личные мысли. Послание такое. Мы должны принять, что есть такое царство, у которого есть власть приносить свободу в вашу жизнь. Это не избавит вас от человеческих страданий. Иисус страдал, его апостолы страдали, люди, о которых написано в Библии, тоже страдали. А в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, что в мире будут трудности, и чтобы преодолеть сложности, нужно быть в хорошем настроении. То, что вы являетесь членами Царствия Божьего, не избавит вас от человеческих страданий. Так и есть. Это железная правда. Важно понимать, что власть и сила, которые есть в нас, помогают нам жить с жизнью победителя. Мы не будем повержены злом, но мы победим зло с Богом. Это и есть наша цель. Бывают такие моменты, когда мы чувствуем себя в слабой позиции перед злом. Когда окружающие условия очень плохие. Мы можем чувствовать себя слепыми, но мы справимся. Ведь это не означает, что наша вера пропала или Бог оставил нас. У нас есть послание, что никто не должен жить под властью цмы, наполненной отчаянием и безнадежностью. Мир распадается, и системы рушатся. Как житься в мире, который разваливается? Я провел отличное время за последние пару лет. Поговорим с вами о возможностях, вдохновляющих вас выбирать Бога всем своим сердцем. О предупреждающих возможностях. Чтобы быть полностью честным с вами, внутри я чувствую, как будто бы послание немного изменилось. Больше не свойственно просто говорить о возможных вещах, которые могут произойти, если люди Божии приняли решение ему не отвечать. Я не знаю, какие гармоничные события должны происходить, чтобы люди наконец-то решили отвечать Богу. Я этого не знаю. Мне кажется, что в настоящее время важно, чтобы мы подготовились к меняющейся реальности в мире, в котором мы живем. Потому что наш мир уже изменился. Мир, который существовал еще пару лет назад, его больше нет. Я не знаю, что будет в будущем. Допустим, знаю то, что если задержать дыхание и не выдохнуть, то можно посинять. Мир изменился, и я не говорю это, чтобы напугать. Я говорю про то, что есть определенные возможности перед нами. У нас есть возможность видеть движение Духа Божьего. Он может преувеличить все то, что мы когда-либо видели в нашей жизни. Но также скажу вам, что мы аналогично увидим и последствия действий злого духа. И уже сейчас это можно увидеть. Но мы ведь не говорим про это. Есть люди, кто мониторит сообщения, и если вы пишете что-то лишнее, то вас могут заблокировать на определенной платформе. Лучше заботьтесь о том, как угодить Богу, а не людям, контролирующим платформы. Очень простая вещь, о которой нам говорит Библия, что будут происходить определенные события с приближением конца света. Я не знаю точное время, но какие-то вещи будут расти в масштабах. Библия говорит, что беззакония будут умножаться. Вам не нужно быть доктором наук или иметь ученую степень, чтобы понять, что беззаконие растет в нашем мире. Также насилие. Не только буйство в больших городах, а жестокость в целом. Зато у нас появилась такая идея, как обезвредить полицию. О, так вот что приведет нас к безопасности. Или там просто плохие полицейские? Без сомнения, так и есть. Это целая группа неидеальных людей. Представьте, что уничтожились бы рестораны из-за того, что они подали кому-то плохую еду. Беззаконие пытаются проникнуть через наши границы. И мы будем переживать страдания, если не изменимся. И это не политические вещи. Никто, у кого есть политическая власть, не сможет влиять на изменения в духовных вещах. Это в наших сердцах. Тысячи людей погибают на регулярной основе из-за вещей, которые свободно поступают через открытые границы. Мы наблюдали, как беззаконие возрастает в течение долгого времени. У нас есть города, которые отвергают федеральные законы и требуют федеральное финансирование. И никто не скажет, что это не имеет смысла. А мы поддерживаем это. Мы поддерживали беззаконие в течение долгого времени. И дождались, когда последствия просто смывают нас с лица земли. Наша власть зависит от того, какой ответ мы несем, какая наша реакция. Но кто-то обязательно восстановит порядок. А мы будем поддерживать, потому что нам не нравится беззаконие. Иисус сказал, что лживые пророки будут появляться. Не думайте об этом только в религиозном контексте. Пророками можно назвать тех, кто говорит правду. Богословская точка зрения показывает нам Божью истину. Мы ожидаем от пророков, что они говорят нам правду. Но будут появляться лже-пророки. Такое ощущение, что происходит эпидемия не только за пределами церкви, но и внутри нее. Что происходит в церквях? Это происходит на каком-то невообразимом уровне. Ничто в моей жизни или в истории нации в целом не сравнится с этим. Мы уходим от того, что Писание говорит, что поддерживает нашу культуру. И Иисус сказал, что экономическое зло будет увеличиваться. И сейчас это все видно на поверхности. Например, инфляция. Вы же знаете, что это? Возможно, нам сейчас скажут, что это временно. Это наше воображение или чья-то вина. Но цифры-то растут, и это меняет нашу жизнь. Некоторые вещи зависят от наших врагов. Кто думает, что это хорошая идея? Мы тратим деньги. Мы не копим много, потому что думаем, что кто-то придет и нам поможет. А если мы видим нищих, просящих милостыню, мы просто не обращаем на них внимания, потому что думаем, что они этого недостойны. Мир просто запутался. Но говорят, что мы живем в стабильном месте на планете. Просто посмотрите, что происходит в странах в мире. Так и что нам делать? Нам нужно стать частью Царства Божьего. И как это сделать? Я бы хотел еще раз вернуться к моменту, который мы обсуждали. Я напомню, что библейское предложение стать частью Царства Божьего напрямую связано с одним словом. И это слово — любовь. Что, если я скажу, что вы объединяетесь с тем царством, которое вы любите? А знаете, любовь — это сложное слово. Оно должно нас делать мягче. Мне кажется, что слово «любовь» сейчас больше используется для разрушений, чем для хороших целей. Люди могут использовать это слово, чтобы манипулировать, вызывать вину и провоцировать нечестие. А знаете фразу «если ты меня любишь, тогда сделаешь»? А что произойдет потом, никого не волнует. Мы также используем это слово, чтобы оправдать слабости. Даже используем, чтобы обвинить Бога. Это мощное слово. Вы не можете двигаться без него. Но это очень сложное слово. Если мы не открыты к Божьим определениям и Его перспективам, то слово может стать инструментом манипуляции вашей жизни. Посмотрим Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Возможно, это самая известная стиха в Библии, особенно в Новом Завете. «Бог так возлюбил мир». Речь не про земной шар или космос, или про Солнце, но про людей, которые живут на планете Земля. Бог любит себя, Он любит людей, несмотря на наше бунтарство, нечестие, слабость, упрямство. Он нас любит. В Писании нет объяснения этому. Бог не организовал спасательную операцию для падших ангелов, а люди восстали против Бога, отрицали совместные деяния с Богом. Но Он нас спас. Мы недавно читали с вами это в Писании. Он спас нас от действий тьмы. «История Иисуса» — это божественное послание от Божьего Царства. Это план спасения для нас. И Иисус стал одним из нас. Непорочное зачатие — это важный момент. Если бы не было непорочного зачатия, то история Иисуса была бы другой. Имею в виду, что не все верят в чудеса, везде ищут логическое заключение. Наша вера создана, она основана, благодаря сверхъестественному вовлечению Бога. Бог любит нас. Кто-то говорит, мне не нравится, что Он сотворил. Мне не нравятся отношения моих родителей. Если бы они меня любили, то давали бы десерт перед обедом. Я знаю, что это только поможет моему аппетиту. Откуда они знают, какой голод я испытываю? Я хочу сам себе наполнить тарелку. Что это за родители такие, которые не могут меня понять? Помолитесь за меня. Многие из нас думают, если бы Бог слушал нас, то мы бы помогли Ему сделать нашу жизнь намного лучше. Как будто мы знаем, что лучше. Мы просто влезаем и мешаем Ему. И Библия говорит нам, что Он наш Небесный Отец. Он учит детей, которых любит. Бог любит и тебя. Но я этого не чувствую. Ну окей. Тогда, по крайней мере, не мешай Ему. В послании Иакова написано, если у нас не хватает мудрости, то мы можем попросить ее у Бога. Не знаю, как вы чувствуете, но я чувствую, что мне нужна Божья мудрость и проницательность, чтобы знать, как двигаться в происходящем вокруг нас. Я хочу сейчас помолиться вместе с вами некоторое время, прежде чем мы закончим. Полагаю, что есть определенные условия вашей жизни, для которых Божья мудрость будет очень полезна. Давайте помолимся. Отец, я благодарю тебя за то, что ты позволяешь нам обращаться с просьбами. И мы сегодня пришли к тебе, Господь, чтобы попросить твоей мудрости. Нам нужно учиться и тренироваться давать правильную реакцию на все, что происходит вокруг нас. Дай нам твою мудрость. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Здравствуйте, это пастор Аллен. Спасибо, что позволили мне на минуту прервать урок. Я хочу провести минуту с вами в начале этого года. Мы не просто выжили, но стали сильнее. Мы более сфокусированы и готовы к целям Божьим, чем когда-либо. Но мы еще не закончили разбираться с проблемами. Я бы хотел, чтобы все закончилось со сменой календаря, но реальность состоит в том, что нам нужно пройти путь, и мы должны стать в силе в Господа. Я хочу посадить семя. Давайте примем решение делать что-то, дабы становиться духовно сильнее, несмотря ни на что. Мы много думали в последнее время о том, как поддерживать иммунитет, здоровье. Точно так же мы должны думать о том, как быть сильным и духовным. Я подготовил инструмент, который поможет вам в этом. Мы хотим стоять твердо. В послании к Ефесянам сказано, что мы должны сделать все, что знаем, а затем стоять твердо. У нас есть ресурсы, которые доступны для вас. Вместе мы будем стоять твердо и провозглашать победу Иисуса в нашей жизни. Непоколебимость нашей веры — это не пассивный ответ. Мы должны быть победителями. Эта книга пастора Аллена поможет нам стать сильнее, ведь в этой книге есть места писания, ободрения, молитвы на каждый день. Это простое дополнение к вашему чтению Библии. Благодаря вашей щедрости, служение Аллена Джексона распространяет соль и свет всему миру с помощью радио, телевидения и интернета. Мы очень благодарны вам за ваше партнерство. Так что если сегодня вы пожертвуете 25 долларов и больше, то мы отправим вам книгу «Непоколебимый». Читайте ее каждый день и позвольте ей укрепить вас в вере там, где вы живете и работаете. Закажите эту книгу сегодня на сайте allenjackson.com или по номеру телефона плюс 1-800-880-5102. С вами пастор Аллен. Я хочу вас персонально пригласить присоединиться к нашему лагерю. В Теннесси весенняя пора. Это отличное время для новых начинаний. Через Божью милость у нас есть возможность организовать такое мероприятие. Вы можете безопасно добраться сюда и собраться вместе с другими людьми. Преимущество нашего церковного городка это возможность начать новую духовную жизнь. Мы планируем собраться на пасхальных выходных. Собрания будут проходить в пятницу и субботу вечером и в воскресенье утром. Мы установим сцену на улице. Будем находиться и на улице, и в здании. Это будут впечатляющие выходные в церкви. Но мы не ограничимся этим. Еще будет мероприятие через пять недель после этого. Мы проведем субботнее служение на открытом воздухе. Это будет церковь на улице. Будет концерт с музыкальными гостями. В воскресенье утром пройдет служение в здании. Приходите и посетите наш лагерь. Многие из вас лично посетили служение пастора Алена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.